Доброе утро, дорогие друзья! Я рад вас всех очень видеть, несмотря на ситуацию в нашем городе, во всем мире. Знаете, друзья, это благодать. И эта благодать не всегда будет. Не всегда будут такие варианты, чтобы собираться в церкви и вот так свободно слушать Слово Божие и песнопение. В других странах людям запрещают даже проповеди проводить, убивают за Слово Божие. Итак, во-вторых, почему я не начинаю? Во-первых, потому что, когда спрашиваешь верующего человека о Боге, он говорит, нет-нет, я все знаю, все нормально, все хорошо. Я следую за Ним, я верую и так далее. Все понятно. Друзья, это вовсе не так. Я хочу вам сказать и напомнить, что какова природа человеческая. Насколько человек близок к Богу, насколько человек исполняет волю Божию, насколько он прощает своему ближнему и как он живет в этом грешном мире. Некоторые люди стараются всячески закрыть светлый лик верующих людей. И всегда стараются смотреть глазами дьявола. Вот представьте себе, если бы Иисус Христос, будучи искушаемый в пустыне, посмотрел бы на всю эту ситуацию глазом дьявола, что бы было? Дьявол говорил ему, сделай то-то, то-то, преврати камень в хлеб, бросьте со скалы тебя, а ангелы вознесут наверх на крыльях. Если бы Иисус Христос смотрел бы на все это глазами дьявола, то бы не было спасения, дорогие друзья. Мы всегда должны этот светлый лик иметь в себе. Господь Бог сказал, что я вас никогда не оставлю. Ну-ка вспомним Псалом, где Давид говорит, что даже если отец твой и мать твоя оставят тебя, я тебя не оставлю, Господь говорит. Я тебя ни за что не оставлю. Я всегда рядом с тобой. И мы должны всегда остерегаться, смотреть глазами дьявола. Друзья, я хочу сказать, что дьявол всегда крутится вокруг нас и старается, как рыкающий лев, нас схватить и сожрать. Дьявол не дремлет. Но человек может задремать по отношению к Богу. Почему? Потому что он иногда забывает, что Бог рядом с ним, что Бог для него сделал. И живет этой суетной жизнью, забывая Бога. Не думая о том, что Бог себя смотрит. Без его слова, без его ведома, с нашей головы ни один волос не упадет. И мы всегда должны быть осторожны в своих мыслях. Вот, например, я вспоминаю 95-й год. Мы были в Ереване. Раньше была такая программа «Взрыв евангелизации». Отныне сейчас она называется «От сердца к сердцу». И мы, когда выходили на посещение к людям, в семьи, не хочу хвалиться, но я немножко от этой программы увилил, как бы, дополнил свою мысль. Несмотря на то, что этот человек ходил в церковь долгие годы, и он услышал от меня такое, что никогда не слышал в церкви. Представьте себе, что мы, почему я это говорю, что мы всегда должны контролировать свои мысли, свои чувства, сказать человеку то, что ему нужно, задеть те тонкие нити его души, чтобы их не оборвать. И поэтому мы должны быть осторожны в наших мыслях. Мы должны быть осторожны по отношению к людям, ко всем. Потому что люди берут с верующих пример. Потому что вот сейчас, в наше время, еще больше вдвойне неверующие люди обращают внимание на верующих людей. они смотрят на нас, они приглядываются, каковы мы есть на самом деле. И поэтому мы всегда должны контролировать наши мысли. И Бог всегда говорит, что я всегда с вами. Я хочу привести пример, как живет человек в наше время, во время пандемии. Мы знаем, что человек суетный. Суета, сует, все суета. Экклесиаст как-то рассказал, что суета, сует, под этим солнцем все суета. Все люди теперь заняты, заняты, я подчеркиваю, заняты паникой. Паникой о пандемии. Закрываются, защищаются от чего-то, не пойму. Занимаются своими суетными делами, которые никогда не приведут к Богу. Но Бог, дорогие друзья, Бог не закрыл и не закрылся на карантин свои небеса. Он свои небеса не закрыл. Оно доступно и знатным, и незнатным людям. От наших бед там миллион вакцин у нас на земле. И цены не взлетели на небесах, как здесь взлетают цены. Что я хочу сказать потом в конце? Там все бесплатно у Бога. У неба не бывает выходных. И перерывов тоже не бывает. Не нужно паспортов и пропускных пунктов. Туда без масок всех людей пускают. Не существует там очередей у Бога. И справки не нужны для консультаций. Нет кассы для приема платежей. Там не берут наличных денег и не дают ложных рекомендаций. Когда душа устает в пустоте, когда не можешь маме, папе дозвониться, но до Бога можно дозвониться путем молитвы. Когда человек лежит в больнице, и некому прийти к нему, но Бог всегда с ним. И ты можешь к Богу смело обратиться по любому вопросу. И ты никогда не услышишь ряд глухих и неотвечаемых звонков телефона. И нет линии небесных бухгалтерий. Там, в общем, нет выходных. Он рядом. Он рядом всегда. И двери небес всегда открыты, дорогие друзья. Вот видите, что Бог всегда рядом с нами. У него нет никаких преград. У него ничего не закрывается. Нет никаких барьеров. Бог всегда с нами. Но эти примеры привели к тому, что человек суетный, он суетлив. Он занимается своими суетливыми делами, забывая Бога. Закрывается от всего и забывает Бога. Друзья, мы должны быть уверены в том, что Бог нас спасет. Что Бог будет вечно с нами. Но мы мы с Ним ли все это время? Исполняем ли мы то, что Бог хочет? И живем ли мы так, как Бог хочет? Мы всегда должны помнить то, что Бог всегда рядом с нами. Но человек отдаляется от Бога. Мы ни за что не должны отдалиться от Бога и никогда не должны роптать на Него, что бы там ни было. Бог Он всемогущий. Он из невозможного может делать возможное. мы должны иметь чувство прощения друг к другу. Мы должны контролировать свою душу, свои слова по отношению к своим братьям и сестрам. Мы должны быть вежливыми. Мы должны быть корректными. И когда мы начинаем говорить о спасении человека, человек начинает задавать ненужные вопросы. А когда в то время эти слова, которые мы говорим ему, касаются его жизни, и мы говорим о его спасении, что хочу сказать, когда мы свидетельствуем о Иисусе Христе, мы должны задеть те тонкие струны человеческой души, которые нежно будут вибрировать и которые могут дойти даже душу человека до сознания его. И мы никогда не должны смотреть глазами дьявола на людей, потому что дьявол всегда и всегда и постоянно и вечно. Он не дремлет. Он не дремлет, он хочет забрать души избранных. И поэтому мы всегда должны быть на чеку, как говорится, быть всегда с Богом и ни на что не обращать внимания. Почему? Потому что Бог всегда с нами. Он никогда не отдаляется. Для Него нет никаких выходных. Вот сегодня я отдохну, если нет причины, отдохну сегодня, не пойду сегодня к Богу, пойду в следующий раз. Ничего, Бог простит. Да, Бог всегда прощает, но до каких пор? Не нужно пренебрегать Его терпением. Бог всегда с нами, дорогие друзья. Но мы не должны никогда отклоняться от Бога, несмотря ни на какую пандемию. Досветится имя Господне, Отец и Сын. Дух Святой. Аминь. Отец и Сын. Продолжение следует...